9 сентября в России отметят 190-летие классика русской литературы Льва Толстого, учившегося в Казанском университете. Еще будучи студентом, будущий писатель провел в Казани несколько лет, поступив в Казанский университет на разряд восточной словесности, но вскоре перешел на юридический факультет, где проучился неполных два года. Но несмотря на свои таланты, путь поступления в университет для Льва Толстого выдался довольно тернистым. С 29 мая по 5 июня 1844 года вместе с воспитанниками 1 и 2 Казанской гимназии он сдает вступительные экзамены. Проваливается только на двух. Это история и география. Эти экзамены ему пришлось пересдавать. Он засел за подготовку и занимался этим все лето. Причем, когда он сдавал экзамены, он бродил по Черному озеру и молил Бога, чтобы удачно выдержать испытания. И 3 октября 1844 года он был зачислен студентом Казанского императорского университета. Выбор на Казанский университет Палу Льва Толстого не случайно. После смерти родителей в сентябре юный Толстой с братьями и сестрой переехали в Казань к своей тетке, принявшей опекунство над детьми. Старший брат Льва Толстого, Николай, перевелся из Московского университета в Казанский университет. И два другие брата, Сергей и Дмитрий, в 1843 году тоже поступили в Казанский университет на физико-математический факультет. На сегодняшний день в Казанском университете многое напоминает о его знаменитом студенте. Например, в Музее истории КФУ представлены фотографии и сохранившиеся документы, по которым можно отследить ход учебы знаменитого писателя. Не менее интересно даже то, что в Казанском университете сохранился предположительный карцер, в котором когда-то закрыли Льва Толстого. Карцеры – это помещение, куда направляли провинившихся студентов, не соблюдавших общеуниверситетскую дисциплину. Есть сведения, что в январе 1846 года Толстой оказался в карцере за непосещение занятий. Он был там не один. Вместе с студентом Назарьевым, который в своих воспоминаниях об этом написал. Находясь в карцере, они читали Лермонтова «Демон» и обсуждали это. Назарьев читал историю Карамзина. В дальнейшем мы все знаем, что вопросы о роли человека в истории, о том, что представляет из себя история, этому даже посвящено несколько глав в «Войне и мире» Толстого. И эти вопросы его интересовали еще будучи студентом. Все вышесказанное – лишь малая часть того, что в Казанском университете напоминает о студенческих годах Льва Толстого. Современный взгляд на феномен знаменитого писателя, неподдельный интерес к спорным сторонам биографии взглядов – все это и многое другое не устарело и в наши дни и представляет несомненный интерес и на современном этапе развития обширной науки о Льве Толстом – личности, писателе и мыслителе. А убедиться во всем сказанном можно лично на выставке в честь 190-летия Толстого, которая уже работает в Казанском университете. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс.